приветствую тебя дорогие мои люди сейчас мы идем опять в красные пещеры в красный пещерный город поговорим о стратегиях древнего китая военных стратегиях древнего китая казалось бы причем же тут суньцзы а при том что многие стратегии древнего китая были основаны на трактатах этого самого великого полководца суньцзы да а красная пещера находится вот там вот идти тут километра 3 вот по такой вот пустынной трассе такой вот там вот находится кинопарк викинг викинг ездят машины в которой вход 500 рублей пять сотен за посещение кинопарка красные пещеры являются кстати самыми длинными в кого короче разведанные их не маршруты составляют 25 километров там короче много всякого внутри интересно в общем мы туда пойдем внутренне пойдем тоже берут по бог берут дают экскурсовода короче ты там тусишь есть разные уровни маршрутов можем пойдем посмотрим что там есть интересного этих-то пещерах красных и можно их зайти в этой пещеры короче вот отсюда и выйти там теоретически на другой конце этого хребта то есть там вот к морю и потому что пещеры идут под всеми этим хребтом под всей этой горой гора ненависти а короче полководец должен быть гуманен понимаете гуманность это значит беречь вещи уважать людей любить и уважать людей а однако он должен быть строк наказание должны быть справедливые и жесткие значит ты не сможешь управлять армии совершенно вот поэтому чтобы управлять армия нужно быть жестким справедливым и гуману полководца нас надо будет тебя любить и уважать и немножечко бояться короче кинопарк викинг тут играют какие-то мотивы чукчи он даже видно на главном холле этих князей окна видать викинги тоже делали окна чтобы не так душно было главное ушка дозорно вот так вот а в древнем китае короче все хотелось строим и делалось по команде шаг был под барабанный бой они шагали тот кто не шагал под барабанный бой подвергался наказание так вот шагашний вид на шум в строю казнь вот такой вот шум в строю казнь на непочинение приказом кальций за то что шагаешь не под бой барабанов все строго и четенько так вот в древнем китае короче князя воевали как обычно это были феодальные войны это раздробленный китай и князя воевали друг другому за территорию типа из-за плебеев заработан крестов как правило да ну да за пачками с гуннами воевали короче с киданцами так вот основном это были воина с такими же китайцами китайцы воевали с китайцами причем те китайцы которого с теми же китайцами они короче все считали суньцзе и у меня было все предсказуемо можно было продвигать это дать поведение короче поведение противника к башни главное дозорная так что прочитать суньцзы это не главное так главное развивать учение не только читать тут такой на курятник именно короче похоже кто играл в мир воркрафта или просто воркрафт такие же строения у орков короче короче викинги это на оркина у орочи орды вот такие вот что это курятник высокохудожественный курятник если дерево вот описано демонстрационный на площадка еще 90 тут короче главное дозорная дозорная башня играют кельтские мотивы конечно викинги не китайцы но тоже воевали строим не строим короче такой вот шаг когда дать от пушки викинга пушка викингов пахнет дерево кучника главная дозорная башня торон тут он тут он короче на трехэтажный трехэтажная башня интересно китайцы протокол знали или нет короче так вот кинопарк викинг очень красивый очень все из дерева натуральный материал вот главная дозорная башня вот она дозреваем что происходит дозреваем дозреваем вот так вот короче воевали два князя феодолла китайские оба считались что не странно и выстрелились армии друг напротив друга их разделял в руках оба читали сунцы и один князь поставил другому короче предложение давай подождем подожди пока берусь перейду через реку а потом я перейду и мы сразимся почитали суньзе тот князь который должен ждать он подумал ага это шанс он плохо читал суньзе надо короче подождать пока он перейдет на половину и ударить его армию начал отступать такой дал кай будем отступать и когда тот князь который переправлялся подождал пока короче и войска его будет потерять порядок в воинский такие короче ура сосредоточились там заместилово пока там все вступают снимаются с позиции такой мясо и тут такой наступающий князь хренак быстро-быстрая контратака то есть быстро переправа быстро атака пока у него там все это смялось ряды потеряли свой строй это отступление разбил его просто в хлам быстро он даже не успел перестроиться в общем суньзе надо не только читать а еще и развивать эту идею так вот что все умеют хитрость военная хитрость одно из главных для победы для достижения победы в военном искусстве твентиминец короче бухлишко прям в здании парламента американские там позиции твентиминец говорят им у них есть твентиминец тугу дом лекаря травочника травник лекарь может потравить травой отравлено слово правах дон качество и шитья проще все она хорошо горит зачем нам нужно непонятно запах дерева это все хорошо так что на войне должно быть нужно применять хитрость да только для врага у армии должна быть честность и справедливость ороча вышка именно у нее полезем до короче на войне главное быть хозяином положения да черт тут кстати так страшновато хоп 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 стопинг стопинг да я ощущаю себя короче защитником крепости от нападения тут рядом он громко рупор который аварит вещает древнюю музыку вон факт для факелов штука есть крепости которые не осаждают да потому что брать крепости это самое худшее по мнению сун дзы на войне вот по ходу так один князь короче говорили ему советники нахер тебе эта крепость нет я буду брать я буду брать возьму эту крепость и короче как не отговорили его советники и сильно укрепленную крепость не брать и не тратить на нее общей силы так и не смогли отговорить и он потратил свою армию на насаду кучу времени кучу людей кучу сил так ее не взял а зачем она была никто не знает вот так что есть крепости и которые не осаждают пример тому есть другая история и жизни китайских князей в эпоху феодальных войн кто-то шатал шатал вышку надо валить шатают вышку на которой мы были теперь мы в башне колокольни надо обязательно позвонить иначе зря зашли коняшки вот так вот так что есть крепости которые не осаждают так и другой князь короче было две крепости одна на хранице сильно укрепленная сильно укрепленную крепость на границе и слабо укрепленная крепость чуть дальше от границы и выдвинул князь армию чтобы взять эту крепость до сильно укрепленную тут кстати тоже можно спуститься и в общем он чего-то выпинул типа будет брать сильно укрепленные укрепления ему говорят брат не бери не трать армию зря ему мол говорят не будем брать выстрел свою армию недалеко от границ и стоит взял у него кстати были еще пленные тем временем натыбрены и тут князь который идем вот на ту вышку мега монстр мега монстр боди вышка короче князь который защищал то сильно укрепленную башню крепость он вызвал все свои войска к этой крепости собственно и чё делают умный китаец он берет назначает день штурма сильной крепости день штурма назначен все назначено это все пиздит ходит по лагерю эти слухи и он делает возможность чтобы пленные сбежали типа типа они сбежали они сбежали дугал из грязи все там 3 числа ждем штурма там такого-то крепости будут на уже день штурм назначен вся фигня и он такой раз и все войска направят на собой укрепить вглубь конечно все разбивает потому что там не подмоги крепая слабая никаких подмог что-то тут мусорник ни подмоги ни не примоги ничего он и тут берет эту крепость садится там перерезает все пути выставляет свою армии важных в направлениях пути снабжения все в общем эта крепость которая была на границе была сильная туда стянута была армия остается в полной изоляции все пути и снабжения перерезаны все перерезано главные высоты захвачены там удобные позиции все армия нужно было сдаться такая вот есть крепости которые но попукивать которые не осаждают в аварии потеряли вы варю короче и суть тут еще была в использовании шпионов он использовал пленников как варю подходи будем ждать коля ищет черт коля не ищи варю и легкодухову короче опять столы для бухла садил можно пожрать такие бойницы и музыка кельтов викинги кельты одно тоже нет но не за рядом думаю рядом в общем использование он использовал пленников как шпионов да так вот про шпионов отдельно расскажу как их использовали мудрые китайцы а мы в главной бойнице вот в общем сижу я в бойницах в крепости вот прям как гегемон китайский один китайский гегемон тоже так оси маленькую девочку варю вот сидел он наблюдал вот так вот за войсками из бойницы на него нападал сильный сильный князь и он понимал сделал предварительные расчеты все по суньзы все она и понимал что никак не победить ему армию того нападающего агрессора он такой засел в больницах вот так вот таком укреплении которая в принципе хрен ты у меня возьмешь вот так вот наблюдал вот так вот тот такой видит что реально укрепление то жесткая хер трудно его будет и попробовал не получилось и потому что это укрепление вообще не взять он сидит такой чай попивает смотрит что там происходит на армию противника любуется а тот злиться прям собрал армию армия сильнее вся херня борода петрушка и блять победить нельзя тогда он решил выманить его короче выманить его из укреплений и подослал ему женскую одежду послан типа что ты брат прячешься как женщина и воюешь как женщина на что он рассчитывал что он рассердится и пойдет в атаку и умрет героем но князь какой напил чайок успокоительный с травушками нервы у него не шалили выходи ну кай послал так послал ради бога я подарю он наложницам своим красивую одежду чё так и не выманил короче и ушел ни с чем пошел нахер она вообще стралась какого там смысл только сжечь армию вот так так что если князь себе любимый то его легко вести себя и он потерпит поражение минус военно-начальника полководца князя а он не был себе любимым был похер поэтому выиграл как сунди писала вон смотрите крыша железная и по под ней еще и стекла она это на это все насыпано трава или че там дерн типа под старину сделано обмануть хотят ладно пойдем посмотрим как жили древние китайцы и древние викинги он кстати вот на той башне мы были это главная защитная башня кстати даже так она горит так хорошо блин так хорошо горит что какой смысл подожди но все запылает такой строить пожарников то не было в торе устройство именно крестьянских дворов котел кушать я меня кушать вот как крестьянские дворы были устроены в древнем китае короче взять квадратик это земля разделить его на 9 частей равных тремя полосочками то так и жили древние китайцы древние китайцы называлась система колодезная система короче центре был получалось там 9 квадратиков да но жили 8 долларов а 9 это был как бы налог 9 это обрабатывался это обрабатывался осторожно стрельба из лука 9 отобрабатывался всеми совместно общинами для ну издавался в качестве налога для сударю вот и из каждого колодца ну один участок это был налог один двор должен был дать рекрута рекрута остальные 8 обеспечить провиантом его и подвозом провианта так что когда ван то есть князь или гегемон или кто-то там затевает войну он должен помнить что при начинании войны военных действий при начале войны действий в общем приведение он теряет крестьяне теряет 70 процентов своего бабла и им было своих ресурсов то есть они уже идут на войну провиант подвозили два раза сдавали крестьяне свой походу один раз когда только началась и второй когда она заканчивалась и они тоже отдавали провиант так вот что жило за время бедных крестьян крестьян беднел был зол ненавидел своего князя ну как правило эти вот эта система не соблюдалась двухразового питания сдачи двухразовой провианта как правило сдавали больше двух раз и вот и вот эти восемь домов которые были квадратики это был колодец назывался колодец у нас система четыре таких колодца это деревня четыре деревни село и четыре села волость каждая деревня должна была дать еще помимо вот этого всего рекрутов там продовольствие все должна была дать три вола и лошадь короче у нас не курят написано ну естественно полыхнет так полыхнет хрен потушишь короче башня тут такая кстати башенка вот такая башенка это посерьезнее такое укрепленица на так что каждый вот так вот каждый крестьянин должен был помнить лук колчан так вот к чему ведет начало войны на обеднению крестьянство кстати давать рекрута была самая выгодная потому что рекрут когда воевал ну конечно его могли убить но он когда воевал он мог награбить и кстати им платили этим рекрутом хорошо платили то есть самый кайф то есть все остальные как бы в заднице еще его и снабжают а он приходит с войны с награбленным не может конечно вообще не прийти но вообще приходит так что бомболюк в общем я опускаюсь в бомболюк вот так вот вот такая вот война устройство колодезной системы а мы облазили все сторожевые башни орков и направляемся на выход главный холл орочий холл орочий холл мини вышки тяжелые вышки укрепленные крепости вот там еще и экскурсия халявные самое романтичное место там надо покрутить за барабан короче тебе что-то выпадет приз на барабане вон крутят покрутите барабан и выиграете приз и они короче башню самый главный викинг да вот так вот в общем по советам суинзы лучше победить чужую армию не сражаясь это лучше из лучшего да и так в одном восстании у дельного князя другой князь не пошел против восставших попрямо долбить их он пришел к этой крепости которая восстала осажденная но узнал что там сидит чувак который не будет сдаваться будет яро сопротивляться умелый ярый воин и он послал на стрелу где все четенько описал что его ожидать и что сопротивление как бы бесполезно совершенно бесполезно все логически все правильно каллиграфически верно вот и он сдался по совету суинзы на другую князь пошел тоже у нас бунтовавшегося князя и в общем он разделил свою армию на три части и пошел обкладывать окружать флангов армию неприятеля кто понял маневр и разделил свою армию так прям туда череп очковать вакурован на сути все викинги кстати там бородатые и всех стрижк с хвостиком да викинги были и стрижка с хвостиком ну как сейчас модно в общем пошел окружать флангов армия пошел и он тоже разделил свою армию на две части и выстрел их против то есть развернул против окружения с флангов тогда тогда тот что взял уже на три части первый первый князь разделил свою армию на три части смотри он третий ударил получилось во фланг хе-хе-хе в войне главный маневр начинают войну правильным боем как говорил Суньцзы заканчивают побеждают маневром то есть он правильным боем начал войну заставил противника развернуть армию так как ему надо победил же майором так если ты хозяин на войне то противник вынужден тебе подчиняться играть по своим правилам вот так вот так ну а чтобы твои воины хорошо сражались нужно их короче воспитывать в них пробуждать ярость жестокость жадность яростью они будут убивать противника разрывать его на клощах а жадностью они будут его грабить а ради чего они будут и проявлять свою ярость а ради грабежа поэтому вот так вот так и надо управлять своими воинами там где нету справедливых наград нету никаких поощрений в армии туда не будут идти воины хорошие воины не захотят идти в армию поэтому сюда нужно давать хорошее поощрение армии к солдатам в армию чтобы они хотели грабить убивать противника вот так вот секрет управления людьми просто воспитываю в них те качества которые тебе нужны на красных пещерах сейчас такая тусовка пипец ну просто осень сейчас температура 26 а было до этого 10 15 то есть теплый день единственное потом будет опять холодно тут сейчас тусовки блин такие ой 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 короче если кто не понял то мы в кинопарке витинги были бесплатно пока тихо тихо там короче можно обойти обойти все не платить 500 рексов да сейчас идем красным пещерам так в общем что нам говорит суньцзы а в общем были два князя и один думает так сосед кстати на кого напасть первым нападали все как правило самое удобное для нападения сосед слабый сосед самый удобный для нападения да и короче один сосед в китай думают так я проверю что там что там у него делается вообще армию собрал все нормально можно нападать за шлюкаю туда послов а послы это были как бы шпионы всегда министерство страны дел все шпионы кто не в курсе все люди которые собирают информацию противник чуть не упал человек маленький человек чуть не упал да собирают информацию он послал послов их как всегда отлично встретили закатили бухлоп пир жареный рис вся херня тушеная баранина в общем на этом перу посол решил проверить как работают советники как вообще что умен ли государь умны ли его советники кизил каба пешеходный маршрут кизил каба в общем я ум и он такой бухают они такие в общем ребята из днр здравер даже тут тусят он короче посылает говорит о какой классный кубок усаря князя офигенный дайте я бухнул с этого кубка вот он ему говорит что ну конечно возможно надо бухнуть чтобы не царь князь как никак и короче дали ему кубок царя он бухнул и говорит все класс мы тебе братья на тебе обратно кубок а советники какие остановили кубок дайте другое он мог посыпать траву да да не дураки не дураки в общем короче он такой он знал что при дворе в князи играют определенную пьесу музыканты он такой музыканты а сыграйте мне но эта пьеса предназначалась только для людей которые в этом княжестве для чужих она не предназначалась он сыграйте ко мне эту пьесу музыканты а мы не знаем не разучивали что за пьесу на морозе он все понял короче понял фишку и сказал что вернувшись сказал что нападать на этого чела не рекомендуется потому что он короче его советники хорошо разгадывают замыслы противник и короче лучше не сядутся брат лучше не сядутся так что вот так вот если знаешь себя знаешь противника можешь хоть раз сто раз сложаться опасности не будет вот так вот надо было узнавать противника прежде чем как нападать так мы приближаемся к водопаду Суучхан мы тут уже были там вот тусит людишки да вся армия состояла состоит китайская из роты взвод рот это пять человек взвод это двадцать пять там дальше сто человек то есть у каждой рот только один командир туда один командир то есть по сути один командир каждый управляет пятью или четырьмя человеками структура такая не все то есть командир там роты которого двадцать пять человек или там сто он не управляет сотнями он управляет теми четырьмя другими четырьмя вот такая структура как и сейчас все без изменений и в общем когда князь княжества ух спросил у суньзы на котором он работал которого он нанял ну суньзы служил служил в княжестве ух ух он спросил князь этот а сколько какую армию смогу командовать я он меня посмотрел такой ну сто тысяч пожалуй сможешь больше нет хотя по сути командование сто тысяч на армии ничем не отличается от командования миллиона армии ну там в принципе ты командуешь не миллионным человеком как пятью так вот для удобства пытаться так делали что эффективность четырьмя пятерями ну тут уже бухачи тут купаются во все ага так короче вот тут купелька где все купаются купелечка мы тоже там были только заходили с той стороны а термии с этой сверху там все тусят купаются потому что жара вот так вот а вот а князь короче решил один князь решил напасть на другого и подослал ему короче посла как всегда для разведки ситуации но посол был такой искусен в речах имел такой дар убеждения вообще что полководец засомневался что перед ним посол и короче подумал что это на самом деле сам князь то есть это посол который управляет полководцем и подозрение и он приказал убить его нахрен казнить нахрен и был прав его казнили и армия потерпела поражение и сдалась так вот а другой китайцы решил воевать с гуннами короче что делать как обычно надо узнать противника что он собой представляет гунн кто это вообще вообще непонятно надо подослать надо подослать короче кого послов правильно послов пусть не шпионист послали орду послов собрали там коалиция кстати источник можно испить и послы поехали гунны смыкнули в чем дело разгадали замыслы противника зачем нужны послы и в общем спрятали все сильные отряды свои все сильные все сильных лошадей сильные отряды показали только слабых слабые ребята слабые лошади все слабое такое еле-еле стоящие на ногах послали посмотрели да мы действительно приехали пьяц говорит ну чё на гуннов нападать будем он говорит конечно ебать хлам собейшие воины хуже воинов чем гунны и видеть не приходилось и а один из коалиции послов был все-таки не такой тупой он сказал что это очень подозрительно очень там все слабые отряды все какие-то дохлые лошади слабые отряды нападать на это нападать ну это замануха ребята честно честно положу руку на сердце замануха князь подумал подумал нет кто такие гунны это ложки ложки какие-то нападать на них можно и напал и огреб людей так вот что они были готовы к нему вот такое вот послание послов другие два князя короче вы говорили что один ударит по армии противника ну не два князя два полководца а второй пойдет и возьмет его столицу отвлекающий манер да он ударил а второй вывернулся на столицу он даже не ударил по армии даже не ударил просто типа выставил в порядок чтобы отвлечь внимание и второй салон сколько я понял что армия приближается к без незащищенной столице он быстро побежал 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 но его армия растянулась короче а там уже была занята все позиции все позиции вражеской армии и короче получил люлей получил вот так вот так что порядок рождается из беспорядка ребята древнекитайская диалектика китайцы тоже были еще теми диалектами конфуции там всякие всякое другое учение на если будешь опираться только на свою силу и храбрость сила и храбрость станет твоим слабым местом понял такая диалектика порядок рождается из беспорядка беспорядок доходит до своей точки и рождается порядок все я ничего неизменного в жизни да вот тут короче водопад тусят ребята вот мы уже поднимаемся в пещере водопад там пещера там вот тут такие вот штуки а там солнце на прям в глаз светит короче что еще в общем как обычно стружали за полководцем да поставили армию своем на расстоянии 30 миль выстрелив в лагерях себя ждут кто нападет а ночи были кстати такие люди дочь погода дерьмо редкая вообще вообще носа не высунули вообще не носа ни 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 другой части тела ночью ни луны ночью ничего ночью не видно и один советник говорит полководцу мол условия редкое дерьмо в такое дерьмо но скорее всего ночью будет атака в одну из ночей будет атака князя полководца и полководец приказал что чтобы ночью все были бы насторожены ночами ожидали все атаки и действительно одно из ночей союзник тихо выдвинулся тьфу блин союзник нападающий тихо выдвинулся подошел и получил люлей потому что встретил он ожидал что там все будут спать там укрышись от дождя своей этой а нет они ждали и он огреб люлей да огреб люлей так был расстроен и пошел обратно в лагерь а ему свет не говорит мол 30 миль которые они прошли и назад 30 то получается 60 а у нас 60 это не 30 брат действительно 60 это не 30 и он тут же двинулся на вражеский лагерь нападать на вражеский лагерь нападение действительно выглянулся и там были все не ожидавшие нападения ребята дезорганизованные потерявшие строй и он быстро взял чужой лагерь уставшие промокшие проклинающие своего князя вот это вот и потерял он свой лагерь проиграл сражение вот так вот боневар на войне самое главное самое главное разбить союзы замыслы противника союзы противника так один князь хотел взять очень сильное государство покорить но у него было много маленьких союзников мини союзников если бы они все вместе собрать то бы точно покорить государство было сложно и он потиху начал с дальнего мини союзника начал их разбивать да так вот и по одному перебил всех их союзников правда не пойму что главное государство его не поддерживал своих мелких союзников непонятно в общем разбил а потом и того разбил крупного так вот потихоньку съел китайцы короче нужно быть хозяином положения на войне либо ты хозяин положения либо твой враг хозяин положения кто хозяин тем правилами ведется война вот тут кстати куча сейчас все смотровые заняты людьми ничего не видно все куча детей куча людей красных пещерой потому что легкодоступный маршрут в общем один безбашенный князь решил стать хозяином на войне он понял что его крепость не сможет сопротивляться армии противника большой хорошо обучены и поэтому он вот одна смотровая площадка он сделал жесткий маневр не ожидал никто того мостик сейчас туда пойдем красные пещеры смотровая смотровая открыл все ворота свою крепость когда подошли подошла армия противника и приказал и стал наверх этих ворот в башню и начал играть на лютни призвать духа в противник когда это увидел нехер не не то есть приглашал всей армии спрятаться короче панорамирования 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 и короче увидит открытое ворота никого нет этот хер играет на лютни как хер он играет на лютни у него войска нету ни хера что за хер и короче он такой ну его нахер замануха какая-то жесткая и отступил гнязь превосходящими силами полководец отступил перед хер знает чем непонятно не понял ничего перед хозяином положения будьте хозяевами положения на войне тогда ждет вас победа красным пещерам ведет 150 тысяч миллионов ступенек шучу немного меньше в общем один князь союзник запросил помощи у своего государства ну союзнического на яеву да запросил у него помощи и союзник выслал ему армию но противник понял что чтобы он не шел к союзнику туда куда надо ну кстати тут начинается самая самая красная пещера из всех красных пещер вот тусовочка людей народа типа пещера красная у lol 0 оба шестой Сифон и обвальный зал. Тут, короче, есть сифоны, озера и все, что... Сталактиты там эти, и сталактиты, и в общем. Все красиво по красоте. И маршруты разные сложности. Да. Да. Плюс кармельничка. Вход в пещеру, поздраваю, стоит 500 рублей. Все по 500 рублей. Ну, сейчас только Александр. Сандартная такса. Касса. 500 рублей. Сейчас, пойдем посмотрим. Вы курите. Стрим-тур 4 косаря. Паркат-куртор 10 рублей. Завтра 400 всего лишь. Все лишь 400. Все. А, кот. Там, кот. Все, все, смотрят. Что делает чувак с камерой? Да, все нормально. Спасибо.